Дамы и господа, я вас приветствую, меня зовут Илья и у меня для вас две новости. Во-первых, у нас в студии отстегнулись кондиционеры, поэтому к концу видео вы сможете наблюдать, как у меня на лбу образовывается испарин. А во-вторых, рубрика Алиэкспресс головного мозга та самая, где мы распаковываем посылки из Китая и смотрим, что же там приехало. Не будем тянуть, есть определенное количество посылок, ножек, поэтому вы знаете, что делать, чайок-пельмешки в одну тару, мы начинаем дербанить посылки, поехали. Чтобы вы понимали, в каких совершенно нечеловеческих условиях приходится распаковывать посылочки из Китая, вот на краю стола стоит Дайсон, дует на меня ветерком, приятненько. Ну и так как кондиционеры у нас не работают, времени у нас, как там пивоваров говорит, у вас мало времени, мы вас это ценим, поэтому нужно успеть распаковать все коробочки, пока я тут не упрел насмерть. Есть у меня определенные подозрения, друзья мои, что сегодня выпуск будет практически целиком и полностью посвящен компании Xiaomi и, соответственно, продуктам, которые выходят из краудфандинговой площадки Eupin, которая, собственно, и поддерживается Xiaomi. Вот эту коробочку, вот эту штуку, я заказываю уже во второй раз, это Xiaomi Suzuki Jimny, масштабная модель 1 к 16, на коробке все написано по-китайски, поэтому сейчас будем изучать. А почему во второй раз? Ну, просто в первой таможне ее развернуло обратно в Китай, и мне просто вернули за нее деньги. Странно, кстати, что именно во второй раз таможня ее пропустила без каких-либо сложностей. В общем-то, на чистейшем китайском языке здесь написано, что в автомобильчике в нашем есть элемент питания на 500 мАч при 3,7 вольтах. Это все, что я успел понять. Ааа, ты посмотри, вот эту надпись я искал на коробке, это официальный лицензионный продукт, созданный по лицензии компании Suzuki. Она, кстати, уже такое ощущение, что была распакована. Кто играл в мои игрушки там, на границе? Так, у нас здесь инструкция также видно, что на китайском языке, но я думаю, что мы с вами сможем справиться и без инструкции. И вот перед нами предстает, вот, вот, теперь точно предстает Suzuki Jimny в офигенном салатовом цвете. И знаете, прикол в том, что я на такой машине ездил. Ну, в смысле, не вот на этой, а на настоящем Suzuki Jimny, который по размерам на самом деле не намного больше, чем вот эта игрушка. Фишка в том, что настоящий Suzuki Jimny, несмотря на его очень мультяшную, смешную и мимимишную внешность, является в действительности очень суровым и, на самом деле, могучим внедорожником, который можно прокачать и довести до такого уровня, когда он будет объезжать на бездоре всех вокруг. Не скажешь, глядя на него, что это реально какой-то могучий внедорожник. В этом поколении Jimny действительно похож на Гелендваген за счет своих прямых форм кузова. И, посмотрите, у настоящей машины, ровно так же, как у нашей масштабной модели, два неразрезных моста. Вот здесь у нас раздатка и два кардана. Смотрите, колесики-то вращаются. Нам нужна вот эта подвеска. Реально, как у настоящего Jimny. Настоящий Jimny можно одной рукой перевернуть на бок. Ну, при особом желании. Мягенько. Такая пластиковая моделька Suzuki Jimny 1x16 обошлась мне примерно в 3000 рублей. В зависимости от продавца, которого вы найдете на Алиэкспрессе, цена будет плюс-минус такая же. Фишка в том, что здесь есть батарейка, в выхлопную трубу он заряжается этой тонкой зарядкой. И к нему можно по блютузу подключиться через приложение и делать вот так. У меня здесь в приложении два стика вперед-назад и влево-вправо. И несколько разных настроечек, но нас интересуют именно стики. За счет своей мягкой подвески эта машинка действительно может забираться на различные препятствия в виде, например, макбука, либо коробки от айфона. Но коробка легкая, поэтому ему нужно будет помочь. Давай, ну не позорь меня. Смотрите, какое дело. Вот здесь, по центру моторчик, от него отходят два кардана, причем вполне функциональные. Мы жмем газ, у нас вращаются карданы. И, как у настоящего внедорожника, вот я сейчас держу газ, у нас здесь заварены оба дифа. У нас стопроцентная блокировка и спереди, и сзади, и по центру тоже. Так, подожди. Давай закроем макбук. Полоса препятствий. Все барахло, которое у нас здесь есть. Давай, что будет? Ну, в принципе, такая техника и тактика на оффроуде тоже работает иногда. Офигенно. Эй! Он реально бодрый. Жень, а может на улице снимем? Но прежде, самое главное, что может быть в распаковках, нужно снять пленочки с нового автомобиля. У нас есть пленка на лобовом стекле. Жалко только, вот двери не открываются, и невозможно оценить проработку салона. Я подозреваю, что салона там нет вообще никакого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая посылочка, которая нас ждет, тоже от Xiaomi. Мне даже нож не понадобится, потому что я руками ее раздербаню, и здесь у меня есть к вам вопрос. Смотрите, это чашка. На ней написано Xiaomi. Чашка обычно из нержавеющей стали, и стоила она 1600 рублей. Сейчас посмотрим, просто мне интересно, что это за чашка из нержавейки, должна быть за 1600 рублей. Ну, упакована, типа, нормально, как в ИКИ, в мякотке, в какие-то, что-то, сопли какие-то. Короче, это реально жестяная кружка Xiaomi. Здесь у нас логотип, ручка и надпись Xiaomi. Не знаю, может, я что-то не понимаю. Напишите в комментариях, стоит ли такая кружка полторы тысячи рублей. Или не стоит. А вот здесь у нас по китайской традиции аж несколько посылок. Но прежде у меня для вас есть объявление. С 21 по 25 июня на Алиэкспрессе стартует летняя распродажа. На это значит что? Что уже сейчас можно набирать товары в корзину, ждать, когда начнется распродажа, и купить их со скидкой. Я, например, уже отобрал некоторые товары, они довольно специфичны, но они мне нужны лично не для рубрики. Я их в машину вот это все засуну и жду, когда цена снизится, чтобы выгодно купить. Ну и понятное дело, что когда мы говорим о покупках в интернете и выгоде, тут обязательно нужно пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Вы просто покупаете в интернете и возвращаете часть денег с покупок. Это работает действительно очень просто. Вы выводите деньги себе на карту обычными рублями. Круто то, что каждый раз, когда на Алиэкспрессе происходит какая-то глобальная распродажа, а это случается действительно очень часто, наши друзья из Letyshops поддерживают эту историю каким-нибудь конкурсом. Этот раз не исключение. Если вы покупаете что-то вперед с 21 по 25 июня и возвращаете себе деньги кэшбэком через Letyshops, то это значит, что вы автоматически участвуете в розыгрыше. Розыгрыш называется «Лови пятюню». Среди тех, кто совершит покупки с кэшбэком с 21 по 25 июня, будет разыграно 5 призов по 1000 долларов. А те, кто купит на сумму от 50 долларов на Алиэкспрессе, среди них будет разыгран главный приз. 5000 долларов. Вот это пятюня. Ну и, конечно, горящий кэшбэк на месте. Он никуда не девается, увеличивается втрое до 15 процентов. И мне кажется, ну тут это просто глупо не воспользоваться такими условиями, чтобы купить что-то действительно выгодно и получить шанс выиграть 5000 долларов. Я лично знаю, куда бы я эти деньги потратил. Само собой, ссылка на Letyshops вон. Она там внизу в описании, ровно так же, как и ссылки на все товары из этого выпуска. Корегистрируйтесь, участвуйте, ну и вообще просто возвращайте денег с покупок в интернете. Не обязательно с Алиэкспресса. В Letyshops огромное количество других интернет-магазинов. Всем удачи! А ты знаешь, что мы заказали JX-003? Трехколесный электрический велосипед. Знаешь, на сколько денег? За 95 тысяч рублей. За 95 тысяч рублей. Серьезно, ради рубрики Алиэкспресс главного мозга мы заказали какую-то неведомую хрень на электротяге, ну, которая отдаленно похожа на велосипед. И вот теперь мы всей студии сидим, ждем, когда она приедет. 95 косарей! Здесь я вот прям на ощупь чувствую, здесь их три. Кстати, она почему-то дырявая, и ножик мне опять не понадобится. Так, написано, клок. Батюшки святые, что это такое-то вообще? Я не знаю, я это заказывал вообще? Итак, у нас, видимо, будильник с глазами. А, будильник Юпинь. Xiaomi, с милыми выражениями. Многофункциональные цифровые светодиодные часы с голосовым управлением, прикроватный термометр, часы для дома. 845 рублей стоил вот такой будильник. Приколись, они сделали пиксельную инструкцию. То есть, вот это очень классно, когда, казалось бы, инструкция, которую никто никогда в жизни читать не будет, оформлена вот в таком пиксельном стиле. А вот это непосредственно наш будильник. И, дядя Жень, я вижу, как ты на него посматриваешь, что тебе хочется, чтобы у тебя такой был. Чтобы он тебе показывал температуру рядом с краучью. Но нет, я его заберу себе. У него мякотки. Вот здесь две мякотки. Как-то не очень получается показать то, что на экране, потому что постоянно что-то куда-то пропадает. 30 градусов! Вы представляете, что у нас здесь происходит? Будильник сейчас стоит на 18 часов 53 минуты. Время у нас 18.52. Сейчас должен заиграть будильник. Здесь внутри батарейка на 1500 мАч. Есть microUSB порт для зарядки. И вот-вот сейчас он должен заиграть. Он периодически показывает какие-то сердечки. Вот наше текущее время. А если нажать на верхнюю кнопку, у него светятся вот эти мягкие ушки. Классно! А чё, как тихо? Я ведь не проснусь так. Да. Если им стукнуть об стол, то будильник выключается. Вот эта тема мне нравится. Это типа режим, ну и ещё пять минуточек. На самом деле, слушайте, за 900 рублей мы получаем прикольный будильник с выпуклым стеклом, который строит нам глазки, в котором есть два будильника, никаких умных функций и несколько приятных мелодий, которые можно установить, собственно, на будильник. Довольно приятные мелодии, кстати. И вот такую штуку я себе куда-нибудь пристрою. Мне очень нравится. Особенно за такие очень вменяемые деньги. Вот эта стоит намного дешевле, чем вот эта. Это, возвращаясь ещё раз, к вопросу, почему эта стоит 1600 рублей? Вы чё там? Охренели все? Во! 900 рублей, будильник. Гораздо больше пользы. Продолжаем. Здесь у нас ещё две коробочки. Тоже, естественно, Xiaomi. Так. Вот это нам уже не нужно. И это тоже. Вот это просто великая вещь. Особенно в моменты, когда у тебя в офисе отскакивает кондиционер. Мы используем Dyson. Но есть вещи гораздо более удобные и портативные. Смотрите, что это такое. Это кажется, что карманный фотоаппаратик. Нет, друзья мои, это не фотоаппарат. У нас есть шнурок на шею и USB-A, USB-C кабель для зарядки. Это, друзья мои, ничто иное, как очередное занятное и довольно полезное изобретение китайской промышленности. Это нашейный вентилятор. Ну, то есть, серьёзно. Там внутри вентилятор, вот здесь кнопка, я нажал, и у меня есть несколько режимов обдума. И мне, вот я вот так вот повесил на шею, и мне дует прямо офигенно в бороду, развивая её вот так ветром. Красиво. Женя, сними это в слоумо. Мне почему-то вспоминается Наташа, сидящая унитаза. И унитаз ей развивает волосы и всё это под приятную музыку. А китайцы, между прочим, это тот народ, который умеет улучшить, казалось бы, те сферы жизни и своей деятельности, где, казалось бы, улучшить-то ничего нельзя. Пожалуйста. В виде камеры на шейный вентилятор. Ну, бороду, кстати, нет, не развивают. И, чтобы вы понимали, вот эта камера-вентилятор стоила так же дешевле, чем вот эта долбанная жестяная кружка. Я продолжаю задаваться вопросом, вы там чё, охренели все? Новинка 2021. Креативная блютуз-колонка Xiaomi 3 Live. Милая портативная, беспроводная мини-колонка Xiaomi. Так называется вот этот лот. И это действительно блютуз-колонка в виде робота. Я не знаю почему, но этот закуп на Алиэкспрессе прошел под эгидой мимимишности. Мне действительно хотелось заказать у Xiaomi чего-нибудь прикольного. И на самом деле у них огромное количество всякого другого интересного барахла. Поэтому я буду очень рад, если вы напишите в комментариях, стоит ли нам заказывать я, Макаре, какой-то хромированный. Ну, понятное дело, что это пластик. Такие есть в нескольких цветах. И я пока не понимаю, как это работает. Бум-бум-бум-бум. Звук очень знакомый, кстати. Я просто решил проверить, держится ли соединение с Suzuki Jimny из начала ролика. Держится. Теперь Suzuki Jimny лежит под столом. парк-вей-драйв. Парк-вей-драйв. Не каждая Bluetooth-колонка в принципе сможет переварить. Но, тем не менее, что бы вы думали, она стоит так же дешевле, чем вот эта долбаная кружка Xiaomi. Это стоит меньше тысячи рублей. Здесь у нас есть динамик, кнопочка, которая регулирует громкость и включает треки вперед-назад, и кнопка play. Нажимать на кнопку play сейчас это большая ошибка. И ручки у нашего робота тоже двигаются. Но, согласен, пользы конкретно в этой колонке, наверное, не так много, как в шейном вентиляторе. Но, тем не менее, по крайней мере, это что-то прикольное и стоит недорого. И мне кажется, когда ты в очередной раз испытываешь тягу купить какую-нибудь барахлишку с Алиэкспресса, вот такая колонка может эту тягу утолить. В одном из прошлых выпусков у нас с вами была PlayStation Portable. Это просто легенда портативного гейминга. Она, на самом деле, запустила в Instagram-историю, она собрала огромное количество откликов от аудитории, потому что реально всем интересно вспомнить, каково же оно было тогда, лет 10 назад, и вернуться в эти времена. Здесь у нас отсылка еще более далекая прошлая. Здесь, ну и не PSP, конечно же, это нечто похожее на Game Boy. здесь, по заверениям продавца на Алиэкспрессе, аж 400 классических, я так понимаю, Нинтендо... Да, Дайсон Дуи, хорошо, Нинтендовских игр. У нас есть геймпад. Это в случае, если мы будем играть с кем-нибудь вдвоем, если у вас есть друзья, например, вы можете поиграть вместе с ними. Геймпад прям один в один похож на то, что было в моем детстве у моих друзей. У меня никогда не было Денди, мне родители не покупали, да и я не особо-то просил. Но вот прям, я помню, эти копии нинтендовских интертеймент-систем, которые у нас назывались Денди, оснащились очень похожими геймпадами. Смотрите, значит, что у нас здесь с вами есть. Супер Марио Бразерс, Марио 14, Супер Марио 3, Доктор Марио, Марио Бразерс, Тёртл 1, Тёртл 4, Контра, Контра Форс, Джекл, и, в общем, здесь еще 400, реально, походу, 400 других игр, хорошо знакомых нам по как раз Денди. Значит, смотрите, в чем прикол. Вот здесь у нас рычажок включения моментально просто загружается, и не надо ничего ждать. Мы выбираем либо китайский, либо английский язык, нам нужен английский. И вот здесь 400 игр в одной. Естественно, все начинается с Супер Марио Бразерс, понеслось. Один игрок, у нас три жизни, мир один, один, экран, конечно, откровенно, так себе. Блин, я тысяча, я очень люблю, на самом деле, Марио, но в эту не играл тысячу лет. Я помню, мы с друзьями, я не знаю, мне лет, наверное, 10-12 было, мы угорали прям как могли, именно в Супер Марио Бразерс. Эта игра учила тебя хардкору, учила тебя тому, что ничего в этой жизни легко не будет, потому что сохранений на Денди, не было. Но экран прям откровенно плохой, но знаете что? Эта консолька тоже стоит дешевле, чем долбанная кружка Xiaomi, в конце концов. Она стоит где-то тысячу, тысячу, сто рублей. погибайте все гады. Так, мы, кажется, прокачали пушку. Чуть-чуть не затя... Да что ж такое-то? Я должен был это предвидеть. Но на самом деле тут можно залипнуть реально надолго, потому что те, кто хоть когда-то играл в Денди или в Nintendo Entertainment System, они найдут для себя здесь просто нескончаемый источник сумасшедшей ностальгии. Подожди, а зачем здесь мини-джек на тюльпаны? Чтобы понимали, здесь в комплекте есть проводок с 2,5 мм на одном конце и двумя тюльпанами на другом. То есть это все дело можно подключить к нормальной акустике таким образом и зачем-то слушать музыку из минимума. Ну что, вот у меня посылочки и закончились но осталась одна бонусная которую я не заявлял и она довольно большая предлагаю но у нас никогда по-моему не было бонусных посылок в нашей рубрике поэтому сегодня будет бонусная посылка дамы и господа никогда у нас не было такого но я думаю что почему бы не сделать исключение и не распаковать эту здоровенную коробку к тому же я знаю что это такое для чего это нужно и сейчас так как лето сезон отпусков отдыха дачи всего вот этого вот я думаю что такая штуковина многим из нас была бы полезна открыточка с медведиком ого штатив переходничок и непосредственно наш сегодняшний лот это мужчины и женщины ванбу т2 макс портативный проектор к которому можно даже подключить он сам по себе работает на андроид тв на андроиде но к нему можно подключить и внешний источник типа какой-нибудь приставки или еще чего-нибудь и более того его можно использовать да в принципе где угодно и короче можно выехать на дачу например взять с собой флешку с видюшками и смотреть на растем ты простынил у себя в огороде почему нет разрешение нашего проектора 1080p в комплекте есть пультик и блок питания состоящий из провода и непосредственно блока подожди я что-то не уверен а есть ли в нем батарея то вообще есть один такой тоненький момент относительно этого проектора то что он портативный вообще ни разу не значит то что в нем есть батарея он может работать от батареи нет он всегда работает только от сети у него у него full hd разрешение и есть возможность играть видео как из своей памяти так и подключать к нему допустим какую-либо приставку по hdmi и воспроизводить видео на ней либо же что самое классное через встроенное приложение eShare можно airplay на него видео вот например у нас есть дядь Женя дядь Жень а на airplay мне пожалуйста на проектор стасяу хочется вот посмотреть стасяу кстати смотри он тормозит когда ты начинаешь уменьшать громкость дороги кстати у нас вполне себе нормальные смотрите сейчас Женя просто со своего айфона транслирует это видео на проектор в нем есть два динамика в проекторе не в Жене в Жене вообще ничего нет в принципе можно подключить через миниджек любую более-менее нормальную акустику пусть та же самая JBL GO она все равно будет звучать лучше чем два динамика в этом проекторе сегодня 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 наконец-то мои шаловливые ручки добрались до вот этого прекрасного произведения автомобильной промышленности прекрасное это я имею ввиду здесь в том смысле что у вами такая же была машина короче фишка в том что за 12 тысяч рублей вот мы сейчас спорили опять же с дядей Женей с ребятами из студии я говорю что это блин парни какая-то фигня не очень яркая они говорят а что ты хочешь за 12 тысяч рублей потому что в принципе за эти деньги в любом случае особо лучше ты ничего не купишь как раз этот проектор мы заказали коллеге потому что он хотел ребенку в комнату поставить такую штуку чтобы тот вечерами смотрел мультики типа 30-40 минут он не хочет покупать ему телевизор а вот проектор типа почему бы и нет так Стасян ну что ты начинаешь вот дядь Жень перематывай рекламу да здесь есть свои приложения ютуба прочие опрекушки для того чтобы просматривать видео из внутренней памяти то есть в принципе источников видео для этого проектора довольно много мне больше всего нравится идея того что ты просто с айфона на него кидаешь видос и спокойненько смотришь как мы тут выяснили посовещавшись за 12 тысяч ну в принципе во первых глупо было бы ожидать чего-то большего во вторых да в принципе нормально хотя не знаю я к проекторам отношусь довольно спокойно и себе бы такую штуку покупать не стал а вы напишите в комментариях как вам вообще наш сегодняшний закуп не забывайте про литишопс про покупки с кэшбэком в интернете про распродаж на алиэкспрессе а я буду с вами потихонечку прощаться мне кажется классно что у нас сегодня с вами была бонусная посылка и мы вот так вот в темноте посидели посмотрели за стасяу а софио за стасяу я считаю можно вообще лайк не глядь ставить счастливо пока не глядь